В народный контроль обратились жители дома 23 по улице Ленина в Апатитах. Все, что происходит с этим домом на сегодняшний день, представляет собой большую коммунальную катастрофу. Это парень до третьего этажа. Мы просто друг друга не видим, когда идем. Это канализация? Это канализация. Дышать в подъезде действительно невозможно. 22 года назад пахло, но не так сильно. Сейчас же от ароматов слезятся глаза. Кроме этого, в сильные морозы жители дома боятся, как бы на воздух не взлететь или не сгореть. Газовые трубы обледеневают, все провода затапливаются водой. У нас постоянно отключается электричество. Это страшно. Вы понимаете, когда люди уходят на работу, например, оставить детей дома, очень опасно. Потому что неизвестно. Потому что постоянно отключается электричество. И это у нас бывает от по два, по три раза в неделю. Начиная с 2008 года жители пишут письма во все возможные инстанции. Капремонт сделали, но стало только хуже. И получается, что ничего не изменилось. Причем в этот капремонт входило у нас и замена полностью канализации. Канализацию у нас поменяли. Вот здесь взрыли весь у нас тротуар. До подъезда провели трубы там три метра. В подвале никто ничего не трогал. Это точно. Потому что туда даже спускаться страшно. Там по пояс, наверное, уже. В программу капремонта входил и ремонт кровли. Его вроде бы провели. Да так, что потолки протекают у жителей всех квартир на пятых этажах. Вот теперь сделали крышу, что раньше с боков только текло. А теперь по всему дому течет. Стены все сырые. Отопления не было. Вызвало телевидение. Четыре дня погрело. Теперь я мерзну с обогревателем, сижу. Как не было. Бардак такой вообще. Но это еще далеко не все. В доме завелись мыши, тараканы и мухи. Их, как говорят жители, нет только в ароматном третьем подъезде. Они там не выживают. У нас тараканы идут куева в квартирах. Мухи ведутся. Своими средствами мы убиваем все это, покупаем. Входили в СЭС, мы, значит, пришли в СЭС. Они говорят, мы не можем без управляющей компании сделать заявку, так как у них огромные идут долги. Мы покупали у них эти баллончики, всем этим боролись. К нему пришли, значит, в этот вопрос. Он говорит, я все направлю. В итоге никуда ничего. Бумаги отправляли, все это записано. Все эти документы у нас сводканы, все это. Никто ничего не делает. И до сих пор идут тараканы, вы понимаете. Дети же маленькие, это же антисанитария полная. Кроме всего прочего, дом плесневеет снаружи. В управляющей компании «Апатит и комфорт» жителям обещали все-все исправить. Верили жители, честному слову, ее работников. Верили, да ждать уже устали. Тогда пришли к ним на встречу представители новой управляющей компании в «Апатитах» «Фортуна». Учредителем которой является небезызвестный экс-директор «Апатита комфорта» Низид Джихангиров. А генеральным директором Сергеем Нестерук, который сразу порадовал жителей Ленина 23. Они не сделают, они ничего, вы поймите. Переходить в «Фортуну» жители опасаются. Обожглись уже. Вот Джихангиров, вот это ваша компания, да? Он будет над вами какую-то власть вообще иметь, этот Джихангиров? Ну так вот я вас спрашиваю. Мы четвертым подъездом, я борюсь уже больше полугода. Он обещал с трекором. Он мне говорит, чтобы сделать ремонт, вы соберите жильцов по 500 рублей. Потому что у нас нет мастеров. Я говорю, у нас есть капитальный ремонт, за который мы платим. Это дворникам уходит. Дворникам идет зарплата совсем другая, мы у юристов узнавали. Выслушав это, Сергей Нестерук попытался оправдать Джихангирова. Если вы говорите, что он в комфорте, он ничего не сделал. Почему он здесь должен? Почему он ничего не сделал? Ну что он сделал нашему дому? Он мог сделать вообще ничего. Нашему дому он не сделал. Ваш не может быть. Поэтому он разорвал все отношения с этой компанией. Потому что дальше мне работать не может. Невозможно ничего не сделать. А еще жители дома пожаловались представителям новой компании, что в одном из подъездов домофонная дверь не закрывается и постоянно пищит. Деятельная представительница компании «Фортуна» решила исправить ситуацию на месте. Подробнее о знакомстве жителей с новой управляющей компанией мы уже рассказывали ранее. Переходить в нее или нет, жители будут решать сами. А вот на «Апатит и комфорт» уже написали жалобу в прокуратуру. И не только туда. Жильцы самостоятельно обращались в управляющую компанию «Апатит и комфорт» неоднократно. Как письменно, так и устно. С тем, чтобы решить данную проблему. Также они обращались в Роспотребнадзор и в администрацию города «Апатиты». Но проблема так и не решилась, в связи с чем им пришлось обратиться к нам. Мы, в свою очередь, помогли жильцам составить коллективное заявление в прокуратуру, а также в Министерство ЖКХ и энергетики, еще повторно в Роспотребнадзор и в различные другие инстанции. Теперь ждем ответа, потому что заявление рассматривается в течение месяца. И по ответу уже будем далее искать решение данной проблемы. Кстати, администрация города еще в 2008 году выдала предписание комфорту исправить проблему. Но ничего так сделанной не было, как и во многих других домах. Мы будем следить за развитием событий и обязательно вам расскажем, станет ли на Ленина-23 жить лучше. Продолжение следует...